Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой. Видите, бельё сушится. Такая сильная влажность на улице, что сушим дома. Приехала с работы, немножко отдохнула, немножко сколько, полтора часа попила кофе. И надо делать дела. Работы не вот так, друзья, а вот так, выше крыши. Петухов надо рубать. Что делать? Замучили бедных курочек. Звоню соседу, ну, соседке вернее. Я говорю, Любочка, можешь мне на час отправить своего мужа? Этот человек, моя палочка-выручалочка, уже на протяжении двадцати лет он приходит ко мне на помощь. В любую минуту, когда, конечно, он свободный. Я не могу рубать петухов. Не знаю, есть женщины, которые могут. Жду его. Им перевязала лапы. Они ждут своего часа. Все, наверное, слышали новость о погибшем парне в Египте, соболезную семье, родителям. Дай Бог им силы всё это пережить и переварить. Сейчас время отпусков. Люди едут на моря. Берегите себя и своих близких. Люди, видите, как обманчивы. Вроде бы платный пляж, всё просматривается, а на самом деле это всё блеф. Если мы сами за себя не будем думать, о нас никто не позаботится. В общем, вот такое вот горе у людей случилось. Никто ничем нигде не застрахован. Все ходим по острию. Сегодня мы так, завтра бряк. Кто кого ожидает. Жизнь продолжается. Вот только отходы выкинула. Смотрите, как едят редиску. Только так. Куры, петухи. Аж бегом бегут, прячут редиску. Чтоб другие не отобрали. Вот так вот. Фу-фу-фу. Фу-фу. Опять прошёл у нас ночью дождь. Видите, как пасмурно. Вот эта фасоль у меня тут. Чёрная фасоль. Скоро начнёт уже цвести. Вот так в траве всё. Два раз прополол и хватает. Самолёт летит. На посадку идёт. Хотела показать малину. Вот тоже малина вся цветёт. Но она любит влагу. Понимаете? Вот она. Вся в цветах. Видите? Малина будет в этом году её. Ой-ой-ой, сколько будет. Только собирай. Вот тут сейчас хочу показать вам молодую черешню. Вот она только в этом году дала плоды. Вот она. Черешенька. Прямо интересно. На стволах. Понимаете? Видите? А тут вся по стволу. Как показать? Так. Вот она. Видите? Прямо по стволу. Интересный сорт какой-то. Черешни. Сейчас. Сейчас. Вот так. Видите? Прямо по стволу идёт. Сорт такой. Первый год урожай дала. Такая она низкорослая. Вот. Вот там тоже ещё хотела рассадить томаты. но не получается. Грязь. Хотела подрыхлить ещё раз. Ну. Как-то подсадить ещё. Не получается. Скользю. Скользишь-скользишь. Вот так вот. Вот. Наши томаты. Вот такие вот. Тут 5-6 сортов. Вот обрабатывали деревья. Веточки. Видите? Фокусируются чёрные мошки какие-то. Вот они. Вот. Не успевай запрыскивать дождь. Ну. Тоже молоденькая. Вот дала. Где там черешня одна. Вот она. Да. Да. И тут ещё есть вот. Вот она ещё. Черешенька. за всём и за всём надо ухаживать. Не будешь ухаживать, ничего не будет. Вот на огород уходит почти полдня. придёшь сюда и всё. И то надо сделать, и то надо сделать. Тоже вот молодая черешня. она ещё ничего не дала. Но вон вся такая распушинилась. Увеличивается. проживается. Да. Тут надо жить в саду, чтоб что-то было. Чтоб что-то было. А уже здоровье не то и силы не те. молодость прошла. Вот так вот. Там видно? Где-то цветут у нас томаты. Вот я покажу сейчас. Вот видите. Вот уже цветёт томат. Вот цветёт томат. Вот ещё цветут. Вот они. И вот тут цветут. Уже зацветает. Зацветает всё. Но нет тепла. Оно бы уже бы в два раза, наверное, больше было бы, если бы была бы жара. В общем, вот так вот. вот такое утро. Приезжаю домой, переодеваюсь и сразу бегом бегу в сад. Мой любимый сад. Сколько в тебя вложено. Бог один знает. Сколько здоровья оставлено здесь. Ну, всё же таки радует. Понимаете? Устаёшь, придёшь убитая. Там кукуруза на краю. Вот так вот. ждём потепления, а его нет и не предвидится. Видите? Один самолёт прилетел, уже второй на подходе. Где он? Видно. На посадку пошёл. Счастливого пути тебе. Мягкой посадки. Так, чё говоришь? Поясница болит, Петя? Да. Так что я тебе хотел сказать, ты перебила меня. Насчёт поясницы, мазь какую тебе надо. Подожди, там какой-то деклофаз или... Деклофинак. Деклофинак. Тоже не помогает? Не помогает. Уже масло. А те перцы, что я тебе давала? Ты оттуда не брал семена? У меня есть там семена. Вот я же хочу их посадить. Уже давно надо было Петя сеять? Это не сейчас. Откуда я знал, слушай. Ну, они у меня в сухом там в буфете лежат. Уже поздно? Да, поздно. Не поздно, чё. Я спрашивал у кого-то, говорит, ещё можно сажать, говорит, и она... Не, всё, уже поздно. Пока они взойдут, они... Перцы на схожих... не сажала, сейчас она на работе, говорит, посажу, и будет вот такой перец. Вот так. А она будет тоже сеять только? Да, вот такой будет перец. А успеет? Успеет, конечно. Ты горький или какой хочешь? Горький, горький. Она и болгарский делает тоже. Болгарский вот такой, чтобы хоть маленький. А тогда, за что я тебе банки давала? А-а-а... Да я... Левая сторона болит. Да левая вот здесь внизу. Позвоночник сюда. Покупаем на еду. И какой смысл, говорю? Я тоже такого мнения. Да вот, говорит, не знаю на тот год. Дожди сейчас такие идут, с Армавира. Понял? Да, как же. Вот с ним на Мыска. Дождь пойдёт с химзавода. А-а-а. Что-то они выпускают. И всё. Вот сколько раз мы уже деревья опрыскали? Химия, химия. Химия. Вот именно, что химия вся. Химка, химка. Столько это химии, что ой-ой-ой. Это была культурная ветка, Петя. И в прошлом году... Ты что зелёное ешь? В прошлом году она была обсыпанная. И вот это, помнишь, ураган когда поднялся? Нанёс столько ущерба. И она вот тут, вот смотри, вот тут она вот сломалась. Вот видишь, вот она. Вот она. А тут по краям пошли пастыньки. Я оставила. И она переродилась в дичку. Всё. Буду убирать. Зачем она нужна? У меня там есть алыча ветка. Ну и у меня одна там в хозборе, где эти... Находится. Скажи девчатам. Привет, девчата. Какие девчата? Ну, то тебя будут смотреть в Ютубе. Да ну её нафиг. Так что вот игра? Скажи привет. Привет. Вот так. Зачем ты ругаешься? Ну ладно, глядь. Делай, что хочешь, лишь бы только меня не в шутах. Не, тебя... Какой шут? Ты чё? Ой, Петя, Петя. Что будем делать? А представь, вот это... Осенью всё тут высохнет. Что будет? Так он меня хотел нанять, вот это... Как, укосить, да? Я говорю... Кто? Ну, Вовка хотел. Когда видел ты Вовку? Там, вот когда, где-то. Подожди. Ромашки уже за цвеби. Расцвели. Ну, в марте, в марте детали. Или в феврале. А, в марте, в марте. Нет, в марте. В апреле тоже. Точно. Воружить, воровали, что как? Вот этот бурам, я же говорю, не было меня. А я приехал, говорю, а где сковорода, говорит, делась? Она говорит, ну, что ты, мать, говорит, сковороды, говорит, нет. Я говорю, пошёл в сарай, того-того. Ну, я слышала у Цандыковых с огорода уточили шланг. Ну, у меня, короче, этот бурам хорошо нажился. На одну тысячу, где-то больше. Украл? Украл, да. Да ты чё? Чё сделал, блядь. Вот. А я же говорю своей, а она говорит, жалко, блядь. А сказал участковый, а чё, что я, говорит, не погуляю? Как не ругайся. Тоб я, говорит, взял бы, говорит, и его посадил, блядь. Да ты чё? А кто у нас участковый, сканглов? С этого, с Бештау. А, с Бештау. Всё, понятно. Ну, я не знаю, они тут меняются, как перчатки. У нас участковые меняются только так. Меняются, как перчатки. Ну, как ничего, мамка ничего тоже. Ну. Я же видел, как-то, глядь. Ага. Думаю, это некогда, то туда, то туда, то на Дом культуры там работали. На Димке помогал мне. И как не могу оторваться, представляешь? Вот когда, в апреле помогали, или в марте, помню, да. Сколько тебя уже, я этот, не видела? Ещё тогда ты с этим, когда работал, с Юркой у меня. Ну да. В сарае что разбирали. В феврале месяце. Ну вот. Ой, мама. Какой февраля? Я... С того года. С того года. В этом году-то я зимой работала. Меня не было тут. В 2002 же, да. Да. Я говорю, ты дядя Петю видишь, Мария? Она говорит, когда в школу ходила, мы ещё, говорит, видела. Да. Видела, говорит. А сейчас, говорит, не вижу. Я вообще хотел, говорит, Мария сказала, она видела меня. Когда переезжала я тогда с детьми. Я тебя спасала, считай, глядь. Спасал. Ты был со мной. Спасибо Любе, твоей жене. Молодец. Что она отпускала тебя. И этот, как его? Мой этот друг, как его? Зосимов этот, Гришка. Гришка. Говорит, дядя Петю, я ничего не скажу. Если этот приедет, чёрт, говорит, берись, глядь. А он, говорит, раз, говорит, приехал. А я, говорю, нихера. И полторы, говорит, и богаринщики. Я, говорю, я не продаюсь, говорит, слушай. Да, помогал ты мне тогда, действительно. Перевозили вещи. А помнишь, последнюю, когда корову уже забирали? И собака стала лаять. Забыли про собаку. И ты вернулся, и мы её с цепью оторвали. Представь. Как диван спасали. Дождь была. Дождь. Помнишь, всё на улице в снег стояло? А? Давай салфаном закроем или чего. 28 февраля выставить детей на улицу. Это отец? Это хамбло. Хамбло. Это разве отец? Да, я же говорю, это хамбло. И что такое хамбло? Так, это домой забираешь, Петь? Понял? Нигде не выпьешь. Нет, ты чё? Прям дома, чтобы на улице нигде не пил. Спрятал? Ладно, пошёл я тогда. Давай, Петя. Ну, захаживай так иногда. Давай, ничего, давай. Давай. Уже обед скоро. Я там у меня спина считала. Ты знаешь, что делать спиной? Иногда вот так ложись, прям на полу. Руки раздвигай. Вот так. По всей ширине. А ноги ровно. И лежи. Я не так лежал, не сиранее. И лежи 20 минут. Знаешь, кто это говорил? Ещё когда я жила у свекровых. Топорков дядь Вова. А, да. У него тоже ж нога болела. Он тогда в стройцеке упал. Ну, давай, Петя, давай. Пока. Спасибо. Да, одержится. Давай. Постучи. Не переживай, не цапни. Давай, давай. Забили трёх петухов. Пришёл, забил. Жёлтенькие, такие хорошенькие. Вот сейчас буду потрошить об самолола. Вот так вот. Петушок, петушок, золотой гребешок. Вот такой вот петушок. Зачем они нужны? Столько их шесть штук. Дети говорят, мы не будем кушать. Ну, не кушайте тогда. Видите, в день меняется несколько раз погода. Утром светит солнце. В обед опять морозь. К вечеру прохладно. Даже я взяла уже тонкое одеяло, укрываюсь ночью. Я замерзаю. Встаю, беру тёплое. Вот такая вот очень повышенная влажность. Очень. А когда солнце печёт и идёт испарение, то там дышать нечем. В общем, ну, вот такая вот погода у нас. Влажность, дожди. Бог с ним. Пусть теперь эта наша погода переместится туда, где люди ждут дождя. Вот сенокосы горят, поля горят. И люди даже не могут запастись сеном. Вот так вот. Такое вот положение. Конечно, хочется, чтобы у всех всё было нормально, но мы перед природой ничего не можем сделать. Хочу пару слов сказать о Пете. Петя меня всегда выручает. Вот ещё тогда, когда мы жили на квартире, дом был заброшенный, и он мне во всём помогал. У меня было огромное хозяйство. Сараи были все прохудевшие там, где я на квартире была. Он мне все восстанавливал. Его приглашала, когда у меня коровы телились. Помогал. В общем, безотказный человек. Спасибо его семье. Каждая работа оплачивается. И на этом хочу попрощаться с вами. Если вам видео понравилось, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok